Всем привет! Смотрите как восстановить данные с разрушенного RAID массива нерабочего NAS LACI 5 Big Network 2, на котором была установлена сторонняя прошивка FVDWSL. LACI 5 Big Network 2 является популярным сетевым хранилищем данных с функцией построения RAID, который обеспечивает безопасность и отказоустойчивость хранения информации. Однако при сбое NAS устройства и выходе из строя RAID массив становится недоступным, соответственно и все данные, которые лежали на дисках утеряны. В моем случае ситуация еще усложнена тем, что на данный NAS была установлена сторонняя прошивка FVDWSL. В таких случаях важно знать как достать файлы с разрушенного RAID. В данном видео я покажу вам шаги, которые помогут восстановить данные с разрушенного RAID массива нерабочего NAS LACI 5 Big Network 2. Мы также рассмотрим вариант использования сторонней прошивки, который может предоставить расширенные возможности данного сетевого хранилища. Как известно, данная модель сетевого хранилища не загружается, если в нем заменить диски. Дело в том, что операционная система устанавливается на жестком диске и при его замене устройство не может загрузиться. Восстановить родную операционную систему LACI тоже непростая задача, так как производитель не предоставил софта для восстановления стандартной системы. Поэтому далее в видео я покажу, как установить стороннюю прошивку, как создать RAID, настроить сетевое устройство и что делать, если NAS сломан и нужно вернуть информацию с накопителей. Как установить стороннюю прошивку? Для начала загрузить ее, вы найдете ее на официальном сайте. NAS в это время должен быть выключен. Далее распакуйте архив, откройте папку и запустите консоль. Для того, чтобы случайно не навредить устройству, здесь установлен пароль 33305. В открывшемся окошко кликните по кнопке Action и выберите из списка Install для подтверждения OK и Yes. Далее выберите файл кирпфуд 171. OK. Далее запустится окно ожидания загрузки LESI. Включите его и дождитесь пока система найдет его в сети. В результате вы должны подключиться к нему потолнет. Введите логин root и пароль give it to me. Для установки системы выполните следующую команду FVD WSL Programs. В окне установщика выбираем первый пункт Install. OK. Далее из списка выберите свое устройство. OK. В окне предупреждения о том, что все данные будут утеряны, нажмите Yes. Далее нужно выбрать разметку диска. Если ваши накопители больше 2 ТБ, нужно выбрать таблицу разделов GPT. Затем установщик спросит больше ли ваш диск 2 ТБ. Я выбрал нет, так как мой диск меньше. Затем начнется создание таблицы разделов. Здесь будьте внимательны. Если ваш диск больше 2 ТБ выберите GPT. Если меньше лучше использовать MBR. Как только все это будет сделано начнется копирование и установка прошивки на жесткий диск. Процесс занимает некоторое время. По окончанию нас нужно перезагрузить, выполнив команду rebootf. В результате ему будет присвоен новый IP-адрес через DHCP. Для определения можно зайти в настройки роутера или воспользоваться помощником. Второй вариант может не сработать. Узнав IP-адрес устройства, вы сможете получить к нему доступ из браузера. Введите IP в адресную строку. Стандартный логин admin.nas и пароль admin. Теперь его можно настроить. Если установили более раннюю версию прошивки, ее рекомендуется обновить, так как она может не поддерживать некоторых функций, включая построение RAID. Для обновления откройте раздел firmware update и кликните по кнопке update. Если вы получили ошибку, нужно загрузить файл обновления с сайта и установить вручную. Для обновления перейдите на сайт и загрузите соответствующие патчи и файлы обновлений. Здесь также представлена подробная инструкция для обновления каждой из версий. Скачанные файлы нужно загрузить на устройство, поэтому сначала настроим FTP доступ. Добавим пользователя. Затем нужно добавить общедоступную папку с именем FWDW. Включить FTP сервер. Далее с помощью FTP клиента соединяемся с хранилищем и сбрасываем файлы обновления в созданной папке. После перейдите к веб-интерфейсу. Откройте раздел firmware update. У меня установлена версия прошивки 18.1. Для обновления до 18.2 версии нужно загрузить патч. Для этого откройте вкладку upload patch. Кликните по трем точкам и выберите файл патча. Затем ниже в строке control code введите unzip и нажмите accept. После успешной установки система выдает следующее окно. Далее снова откройте вкладку firmware. Здесь кликните по кнопке update. После окончания первого шага нажмите кнопку start step 2 и дождитесь окончания установки. Теперь нужно перезагрузить устройство. Нажмите по кнопке start step 3. Таким образом вы сможете обновить устройство до последней актуальной версии. После загрузки видим, что версия изменилась. Теперь можно построить RAID массив. Для того чтобы создать RAID массив, в откройте раздел disk setup. Как видите на данный момент у меня активен только один диск. Если нажать на кнопку создать RAID, остальные диски добавить нельзя. Сперва их нужно инициализировать. Ниже нажмите инициализировать жесткие диски. Отметьте их. Выберите файловую систему и нажмите accept. ok и start the setup. По окончанию нужно перезагрузить нос. Как видите диски активны. Теперь нажмите Make RAID Volume. Задайте имя Тома. Выберите уровень RAID. Отметьте диски из которых он будет состоять и выберите файловую систему. Затем нажмите accept. ОК. И start the setup task. По завершении процесса нужно перезагрузить хранилище. И после массив готов к работе. И в завершении рассмотрим как восстановить данные с RAID массива при поломке NAS. При выходе из строя хранилища RAID встает недоступным и данные которые на нем хранились. При потере доступа к сетевому диску в случае выхода из строя сетевого хранилища или других сбоев оборудования вам понадобится специальная программа, которая поможет заново собрать разрушенный RAID и достать из него важные данные. HATMAN RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID, включая технологию построения массива сторонней прошивки FVD-WSL. Программа поможет вернуть файлы при случайном удалении, форматировании, аппаратных и программных сбоев, а также при поломке сетевого хранилища. Для начала процесса восстановления извлеките диски из сетевого хранилища и подключите их напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Если на вашей материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь соответствующими переходниками и расширителями. Также в зависимости от уровня RAID вы можете исключить один или два диска из массива, так как, к примеру, RAID 5 остается работоспособным без одного накопителя. После подключения накопителей и запуска программы она в автоматическом режиме начнет сканирование дисков и построит из них разрушенный RAID. Ниже вы увидите параметры массива. Для детальной информации кликните по массиву правой кнопкой мыши и откройте свойства. На вкладке RAID вы увидите детальную информацию, включая накопители, из которых состоит RAID массив. Для поиска утерянных файлов кликните по найденному разделу правой кнопкой мыши и нажмите открыть. На следующем шаге нужно выбрать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. В случае выхода из строя сетевого хранилища, правильного построения программы и RAID, достаточно будет быстрого сканирования. Если программа не нашла нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файл в систему диска. Далее. Далее откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Программа сохраняет всю структуру имена файлов, поэтому найти нужные не составит труда. Их содержимое можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Здесь доступен просмотр фото, документов и видео. Те, что ранее были удалены, здесь отмечены красным крестиком. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку, а затем нажмите «Восстановить». И готово. Все выбранные ранее файлы будут лежать в указанном каталоге. Также программа предоставляет возможность создать образ накопителя. Сервис «Сохранить диск» и «Производить восстановление с этого образа». В результате программа собрала из дисков разрушенный рейд и помогла вернуть все файлы, которые остались на диске, а также те, которые ранее были удалены. В некоторых ситуациях программа может не собрать рейд в автоматическом режиме. Это может быть в результате затирания служебной информации на дисках. В результате программа не может определить параметров разрушенного рейд. В таких случаях поможет рейд-конструктор с функцией ручного построения. Конструктор поможет при затирании начала диска, где хранилась вся информация с параметрами массива. Если вам известны его параметры, запустите конструктор. Здесь выберите опцию «Создание вручную». Далее. Укажите тип массива. Порядок блоков. Их размер. Добавьте диски, из которых он состоял. Недостающие заполните пустыми, кликнув по плюсу. Также, возможно, придется указать смещение, по которому находится начало диска. И указать порядок накопителей. Указав все известные параметры, здесь вы видите ваш рейд. Если параметры указаны верно, развернув его, здесь появятся папки. Заполнив параметры, кликните по кнопке «Добавить». После чего рейд появится в менеджере дисков. Далее запустите анализ и выполните поиск файлов. Восстановите нужные. В заключении можно сказать, что восстановление работоспособности Леси может быть сложной задачей. Но следуя представленной инструкции, вернуть доступ к файлам не составит большого труда. И не забывайте о резервном копировании. Это убережет вас от подобных ситуаций. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok